МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, в конце октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 ноября заявил, что регионы России в целом готовы к предстоящей зиме, однако в Забайкальском крае ситуация находится на особом контроле, сообщает ТАСС. Кроме того, ряд компаний не погасили своевременные долги за коммунальные услуги, а также есть потребность в закупках топлива. Самуслов, на этом заседании правительство заслушало доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, который на нынешней неделе работал в Забайкале. Руководитель администрации Центрального района Читы Игорь Колмыков 30 октября подал иск в суд Центрального района при остановке исполнительного производства по сносу его кафе «Солнечный берег», построенного вместо спортивного центра, и по взысканию с него без малого 2 миллионов рублей аренды. Об этом сообщается на сайте суда. Информацию подтвердили в управлении Федеральной службы судебных приставов Забайкальского края. Показ нос с кафе «Солнечный берег» назначен на 17 ноября. В бюджете Забайкальского края 940 миллионов рублей предусмотрено для выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом накануне сообщила Пресс-служба правительства края. Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Российской Федерации, Забайкальскому краю дополнительно перечислено еще 123 миллиона рублей, говорится в сообщении. Отмечается, что стимулирующие выплаты получают больше 7 тысяч медработников, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Редактор субтитров А.Семкин